Всем привет! Сегодня поговорим о двух режимах для флешек. Один из них называется Live или Live, а другой Persistent. Вот нужно запомнить, что Live режим стандартный, это режим, когда на флешку записывается, допустим, операционная система, но один раз уже, если она записана, после перезагрузки ничего в ней не сохраняется. То есть вы можете запуститься с флешки, поработать в интернете, сохранить какой-то документ, а потом, значит, взяли и перезагрузились, а документика-то и нету. А Persistent, это режим записи на флешку, который позволяет сохранять изменения. Каждый из них хорош и используется для своих целей. Этот режим хорош, чтобы поползать по всяким злачным местам, чтобы никакая зараза к вам не пристала. Потому что после перезагрузки компьютера флешка встает и остается с неизменными изменениями. То есть вообще без изменений. Режим Persistent хорош для людей, которые хранят на флешке какие-то изменения, которые могут с флешки подключаться к самым различным компьютерам. Там пишут они книгу или занимаются какой-то научной работой. Они эти изменения взяли, сохранили, выключили компьютер, переехали в другое место, там снова подключились и у них на флешке изменения сохранены. Вот, собственно, и вся разница между этими двумя режимами. Теперь посмотрите, как это дело делается на практике. Вот, например, эта флешка, значит, у меня записана в режиме, сначала я ее сделал в режиме Live. Вот. 3,4 гигабайта, 328 еще мегабайт свободно. Значит, ну, первое. Вот, посмотрите, я сейчас попробую сохранить на рабочем столе, ну, как мы файлик назовем? Ну, назовем его Нулив. Сохранить. Вот он, голубчик, сидит, вот. Все нормально, все, как говорится, работает. Ну, поскольку флешка записана в режиме Live, после перезагрузки этот файлик, он улетит. Дальше. Еще, допустим, один вариант. Например, балаболка. Вот у меня балаболка, значит, вот здесь вот находится. Я попробую, значит, к ней запустить ее. Ошибка синтезирования речи. Это каждый раз случается при, значит, записи балаболки программой, там, SystemBug или чему угодно. Или на флешку. Или с флешки установка на жесткий диск. Каждый раз нужно устанавливать голоса. Каким образом? Вот показываю. Так, документы. Вот балаболка. Ну, вот, голосочек есть, Николай. Вот, свайном его откроем. Починить. Следующий. Установить. Закрыть. Достаточно одного голоса. Открываем, значит, балаболку. Как видите, я, значит, голос Николая, значит, Дегала переустановил. И все работает нормально. Но поскольку флешка записана в режиме Leaf, то давайте теперь посмотрим, что произойдет после ее перезагрузки. Я сейчас этот видеофайлик сохраню в другом месте, перезагружусь. И посмотрим, что у нас тут получилось. То есть, можете даже ради интереса время посмотреть. Итак, сохраняем файлик в другом месте. Итак, я перезагрузился. Как видите, файлик этот исчез. И, соответственно, изменения, которые мы делали в балаболке, тоже исчезли. Можем вот даже просто посмотреть сейчас. Я не знаю, запустится она сейчас или нет. Ну, тут даже и книжечка-то исчезла. Ну, да, потому что там, куда я копировал книги, и все это дело исчезло. Ну, соответственно, так сказать, и голоса исчезли. Ну, сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот. Вот я сейчас специально сделал пробную папочку. Перекину ее сюда на флешку. И, значит, вот посмотрим, как все это дело тут работает. Ну, балаболка. Так, она здесь у нас уже. Так, проба. Да, собственно говоря, тут любую книгу можно открывать. Вот. Вот, смотрите. Голос также, как говорится, не появился. Почему? Потому что, значит, на флешку было записано все это дело без сохранения изменений. Что же делать? Как же можно, значит, сделать так, чтобы изменения, которые мы сделали на флешке, чтобы они сохранялись? Чтобы вам каждый раз не нужно было там ее перенастраивать. Если у вас такая вот флешка рабочая, с которой вы там где угодно можете работать и так далее. Лениво бывает каждый раз все это дело перенастраивать. Показываю. Перейдем сейчас на раздел жесткого диска, где у меня МИНТ. И там кое-что сотворим. Итак, я перезагрузился. Теперь я нахожусь на жестком диске. Вот, это все легко видно. 50 гигабайт у меня под корнем и почти что 300 гигабайт под домашнюю папочку. Значит, что же мы можем сделать с нашей флешкой? Вот она у нас вставлена, чтобы добавить к ней режим сохранения изменений. Вот, запускаем программу на нашу. Вот здесь вот отметочку делаем. Встаем на нее. Подтверждаем. Ну, и отмечаем ее вот здесь. Переходим в меню. И вот, нажимаем на режим сохранения изменений. Просит завести пароль. Ну, у нас везде пароль юзер. Заводим юзер. И программа сама автоматически показывает, что максимальный размер файлика для сохранения изменений 326 мегабайт. Нам больше и не нужно. Ну, вот, программа уже примерно заканчивает работу. Бросит еще раз завести пароль. Заводим. Ну, и немножечко ждем. Итак, режим сохранения изменений, значит, заведен. Выглядит это вот так. Значит, Linux Mint Sonomon, значит, сборочку. Никак иначе мультисистем признавать не желает, а только как Ubuntu. Ну, скажем так, она и является ее дочкой. Или родственницей. И вот, режим персистем выглядит вот так. 326 мегабайт. Сделана, значит, так называемая кладовочка для хранения всяких там изменений. Теперь, значит, попробуем перезагрузиться на эту флешку. И посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, в меню загрузки появилась вот строчка. Называется она Mode Persistent. А это вот просто живой образ. То есть, сразу есть два режима. Или Linux Mint Sonomon можно так загрузить, или можно в режиме Persistent. Вот, в режиме Persistent мы и будем загружаться. Итак, я перезагрузился. Нахожусь снова на флешке. Вот, можете сделать стоп-кадр, посмотреть, что вот флешечка у меня. Значит, что я действительно нахожусь на флешечке. Но, в режиме Persistent. Теперь будем это проверять по нашей уже старой и опробированной методике. Первое. Возьмем какой-нибудь файлик, офисный, например. Напишем там какую-нибудь чепуху, потому что для нас, собственно говоря, важен просто сам факт. Вот, я что там угодно написал. Закрываю его. Сохранить. Где? На рабочем столе. Ну, напишем его там при буковке В. Пусть сохраняет. Вот оно. Важен сам принцип. Ну, и теперь, как понимаете, у нас говорилка опять-таки осталась без голоса. Вот идем мы в говорилку. Естественно, в документах. Там даже и книжечки, и все, что там у нас было, все пропало. Ну, что? Ну, легко, как говорится, это дело поправимо. Значит, зайдем вот сюда. Документы. Здесь мы зайдем, значит, вот у меня на разделе жесткого диска, в документах. У меня была специальная папочка, называлась она Проба. Вот из этой папочки я возьму одну книжечку. И возьму один голосок. Нам, в принципе, больше ничего не нужно. Вот, открываем папочку. Идем в документы. Вот голос Николай Дегала. Берем его и ставим. Скажем так, переустанавливаем. Вот в режиме починки, репея. Установить. Все, закончено. И книжечка у нас здесь есть. Открываем балаболку. Значит, сразу появился Дегала Николай вот здесь у нас. А вот здесь появилась темная башня. Ну, коль она у нас появилась, так давайте проверим. То есть, как слышите, голоса работает нормально. А теперь для нас остается, как говорится, последний этап нашей задачки. Перезагрузиться и посмотреть, будут ли сохраняться изменения, которые мы произвели сейчас. Давайте проверим. Итак, как видим, файлик у нас, который мы сохраняли, он остался. Сейчас поглядим. Вот мы тут писали всякую чепуху. Видите, да? Ну и плюс еще мы делали изменения с балаболкой. Давайте посмотрим, что с балаболкой произойдет у нас. Перед вами рабочие вечерновики перевода книги Стивена, Тимка «Темные башни». Последний книг из замечательной фэнтезиемы. Как видим и слышим, изменения, все, как говорится, которые мы произвели, остались. Таким вот образом, теперь ясно и понятно, для чего используется режим «Лив» и для чего используется режим «Персистент». Производители, значит, образов, там, Дзебиана, там, Убунты, Линукс Минта и так далее, они делают так, чтобы никто особенно туда не лазил. И правильно делают, потому что много у нас умных, как говорится, в кавычках, и «рукастых» людей, которые могут такого натворить, что потом 20 профессоров не поймут, как и что делать. А так, значит, все понятно. Два режима. «Лив» – режим без сохранения изменений. Даже свою сборку, если вы сделаете и запишите на флешку в этом варианте, то можете ползать по интернету по самым опаснейшим местам, и никакие там вирусы, и ничего к нам не прицепится. Потому что после перезагрузки все это, говорится, исчезает. А режим «Персистент» сделан, значит, для пользователей, которые желают, чтобы в процессе их там работы на флешке сохранялись изменения, которыми они могут пользоваться. Ну вот в данном случае у меня на флешке, значит, там буквально 326 мегабайт свободно. А у кого флешка, допустим, 8 гигабайт или 16, они могут сделать себе, значит, кладовочку там и под 4, и под 6. И сколько им в душе, как говорится, нужно будет гигабайт. Просто не переусердствуйте и учтите, что флешка есть флешка. И никогда она не станет полноценным, как говорится, компьютером. Но заменить его во многих случаях она, конечно, сможет вот в таких вот ситуациях. Вот таким вот образом. И, значит, про программу, значит, балаболка там я скажу следующее. У нее это болезнь. Или записать ее на флешку, или с флешки записать, значит, на жесткий диск. Все равно каждый раз приходится переустанавливать голоса. Голоса, значит, Катерину и Николая. Вот. Ну, Ивону я не ставлю, потому что она там громоздкая, и потом через там какое-то время просит активации, в общем, там головная боль с ней. А два нормальных русских голоса, значит, Катерина и Николай, все нормально. Поэтому, зная вот эту вот особенность, всегда, значит, из моей кладовочки на Омега можно скачать балаболку вместе с голосами. И если вы балаболку, допустим, ставите на флешку там, или куда угодно, и не работают голоса, а просто вот переустанавливаете голоса, и все начинает работать нормально. Вот таким вот образом. Так что, я думаю, что самое необходимое, как говорится, ликбез я провел. Теперь вы, ясно, можете отличить, что такое ЛИВ и что такое персистент режимы, и для чего они применяются. И на практике я вам это дело показал. Так что, желаю вам всяческих успехов, значит, и удач. Выбирайте любой режим, который вам потребуется для ваших целей. Нет такого, что какой-то из них лучший. Каждый из них предназначен для определенных целей. Исправляется с ними очень даже хорошо. Так что, желаю вам всяческих успехов, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok